У нас получается июль 1945 года, окончание подписания капитуляции, но у нас в стране отмечают окончание третьей мировой. Экскурсия по бункеру Сталина – часть масштабной программы для съемочной группы одного из телеканалов. На протяжении недели туристическая команда побывала в самых красивых местах губернии. В первый день туристам провели экскурсию по сборке спортивных автомобилей «Лада Спорт». Предложили даже тест-драйв. Далее по плану замок Гарибальди. Помимо прогулки, гости заглянули к лошадям из конного клуба. Завершился день в деревне ездовых собак. Самым незабываемым, по мнению команды, оказалась Самарская лука. На самой вершине горы ведущая Юлия Боярская не смогла сдержать эмоций и даже пустила слезу. Областную столицу оставили на десерт. Большое путешествие по музеям началось с самого утра. Просторы, природа, люди, которых мы встречали, это все настолько прекрасно и настолько душевно. Мы, конечно, покажем в своей программе всю прелесть Самарской области, чтобы многие, кто еще сюда не приезжал, не видел никогда ни Самару, ни Тольятти, ни Сызра, никогда не заходил, нога его не ступала в нацпарк Самарская лука, чтобы люди приехали сюда, посмотрели на это все, впечатлились, и чтобы в глубине души это осталось надолго, потому что это прекрасные места. Следующей точкой стал музей Самара Космическая. Там гости смогли прикоснуться к капсуле, которая побывала в космическом пространстве. На одном из федеральных телеканалов выходит программа про уникальные места России. Это тревел-формат, где рассказывают о самых интересных и необычных уголках страны. В Самарской области необъятных просторов, шикарных видов и главных достопримечательностей множество. Нам есть что показать. Я бы хотела, чтобы зрители и наши программы в том числе обязательно посетили такое место, как Национальный парк Самарская лука и Молодецкий курган. Там особенно это впечатляет, потому что я, когда там гуляла, я даже не могу назвать это работой, потому что мы действительно прогулялись. Мы снимали, но впечатления были такие прям туристические у нас. Команда путешественников не только работала, но и наслаждалась самарскими достопримечательностями. В программу войдет четыре выпуска, посвященных губернии. Они уехали, но обещали вернуться уже в качестве обычных туристов. Самарская область вошла в число участников трех этапов программы стимулирования туристических поездок. На сегодняшний день у нашего региона есть все необходимые ресурсы для организации крупных деловых, спортивных и культурных мероприятий. Развитие внутреннего туризма – часть стратегии лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Такие проекты могут привлечь больше туристов. Елизавета Должикова, Дмитрий Столяров, Новости губернии.